«Перестать читать книги – значит перестать мыслить», – писал когда-то Достоевский. Чтобы развиваться и расти над собой, человеку просто необходимо читать, будь то художественная или узкоспециальная литература, и в наше время для этого есть много возможностей. И даже коронавирус этому процессу не помеха. Брестская городская центральная библиотека имени Пушкина, которая насчитывает 14 филиалов и без преувеличения огромный книжный фонд, предлагает новые формы работы своим читателям в период сложной эпид-ситуации. Время внесло свои коррективы, и получилось так, что в этом году количество читателей уменьшилось. Возникла идея о том, что мы можем предоставить эту услугу жителям нашего города. То есть человек из дома может зайти на сайт библиотеки, зарегистрироваться, написать письмо, запрос на интересующую тему или на наличие книги, и мы можем ему ответить. Теперь любителям чтения не придется затрачивать свое время на поиск необходимой информации. Достаточно будет зайти на сайт центральной городской библиотеки, отправить электронный запрос, и необходимые книги, журналы или отдельные статьи подберут для вас сотрудники быстро и со знанием дела. Сейчас рекомендовано поменьше посещать, ходить, в том числе и в библиотеки. Но мы работаем, несмотря на удаленное обслуживание, тоже люди приходят, но они хотят уже не просто провести здесь время, а получить, прийти, забрать книги и уйти. Для этого мы и создали это удаленное информационное библиографическое обслуживание. Человек может заказать книги у нас, и мы их отложим, запишем, он придет, просто их заберет. Если же вам понадобится знание в сфере законодательства, при посещении библиотеки есть возможность доступа к информационно-правовой системе «Эталон». Также в читальных залах работает Wi-Fi, и можно воспользоваться платными услугами, такими, например, как ксерокопия или заказ реферата. В любом случае, в какой бы форме ни сложилось ваше общение с миром книг и новых знаний, важно, чтобы оно не прерывалось. Ведь чтение для ума – это то же самое, что физические упражнения для тела. Для того, чтобы достичь в жизни высот, реализоваться, обрести любимую профессию, нужно читать. Поэтому обращаюсь к жителям нашего города, к молодым людям. Читайте, развивайтесь, приходите в библиотеки, посещайте нас удаленно, мы ждем вас. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ